Ох, ох, я даже не знаю, отвечать сейчас на этот замечательный вопрос, но он хороший. Здравствуйте, пишет Закабир. Объясните, пожалуйста, почему многие философы не воспринимают восточную философию всерьез, считая, что там вообще никакой философии нет? Ща. Короче, есть такая замечательная книжка, она у меня прям под рукой здесь находится, сейчас я ее достану. Ай-яй-яй-яй. Диоген Лаэрский. Об жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Здесь в самом начале автор рассказывает о том, что еще там очень похоже было в других регионах на философию. На философию там были похожи, там у финикийцев были какие-то основания, какие-то там, не знаю, у египтян было что-то похожее на философию. Но все это не философия, пишет Диоген Лаэрский, потому что все это другие народы. Другие народы тупые, мрази, они варвары, они варвары, а есть греки, есть варвары, а есть греки, в общем. И у греков настоящая философия. Вот у греков настоящая философия, то, что он там все перечислял, замечательный Диоген Лаэрский, он говорит, что все это херня полная. А философия начинается с Фалеса, потому что Фалес грек настоящий, великий, крутой. То есть, почему? Первое объяснение, потому что был определенный такой фашизм и национализм. А в философии со времен греков есть европоцентризм, люди очень любят Европу. Это первая причина, почему? Первая причина, почему? И вот отсюда она берет свои истоки в истории философии вообще. Вот из этой книжки, это очень старая книжка, на самом деле. Не сама книжка, а вот то, что в ней внутри находится, очень старая. Всем привет! Тогда посмотрим чуть позже, раз уж ваша ошибка, но мы пока обсуждаем. Следующая причина, почему данную философию, ну, и восточную, не считают философией вообще. Ну, давайте опять же обратимся к греческому слову философии. Философия. Философос. Что же у нас с этим получится? Это греческое слово определенное. Это слово имеет истоки в греческом языке. Значит, мы берем в качестве философов вот то самое явление, которое возникло в Древней Греции. И при этом развивалось в процессе, знаете, своего становления, ну, у которого было все явления в итоге, которые генеалогически восходят к этой греческой философии. Это, например, философия арабов, восточный перепатетизм, потому что он к арестатилизму восходит. Не знаю, это, например, современная философия. Она тоже восходит к тому же самому Платону, так или иначе. Еще Вайтхед, например, пишет, что вся философия до самого начала времен, вот до самого момента, когда появился сам Вайтхед, это просто заметки на полях диалогов Платона. То есть у Платона уже все типа скрыто, уже как бы логически заложено, уже все у Платона, все развитие философской мысли. Мы, конечно, с этим можно поспорить. Но в этом есть своя, знаете, правда. Потому что в итоге философская мысль начала развиваться по пути Платона и Аристотеля. То есть все мыслители, которые были до Платона и Аристотеля, пошли нахер. Софисты пошли нахер. Все противники Платона и Аристотеля, вроде там Киринаиков, Кинников, даже Стойков отчасти, тоже пошли нахер как бы. Христиане и скептиков тоже нахер пошли как бы. Все пошли нахер. Кроме вот этих вот замечательных перепатетиков и Платоников. И Платонизм, и Аристотилизм дальше в христианство передаются и там развиваются. И в итоге, ну понимаете, философская традиция начинает ассоциироваться преимущественно с вот этими вот тенденциями, которые зародились в Древней Греции с Платона и Аристотеля. Очевидно, что у индусов не было ни Платона, ни Аристотеля. И они к нему никак генеалогически, к ним никак генеалогически не восходили. Очевидно, что у китайцев тоже не было Платона и Аристотеля, и они к ним генеалогически не восходили. У них свои персонажи в качестве основных участвуют, у них основные такие вот свои мудрецы, свои мудрецы, так скажем. И, конечно же, это наталкивает нас на мысль, что если мы говорим, вот у нас Аристотель, самый главный мудрец, там первый философ, как пишет Фома Аквинский, если мы так думаем вообще. Ну очевидно, что ничего подобного не было на Востоке. На Востоке все по-другому складывалось. И логика была другая. Индийская логика отличается от европейской. В Китае вообще логики таковой не сформировалось. Ну и вот, у нас вот такая вот причина, по которой тоже, видите, мы можем отсечь восточную философию. То есть она генеалогически не восходит к древности Китаю, к нашему, к древности в смысле, к античности грекам. Нет, не восходит грекам. Почему же еще? А теперь опять же причина, вытекающая из предыдущей. Это логика. Логика. Причем логика, как логическое доказательство, вот система логических доказательств, предложенная Аристотелем. Понятно, что ни индусы не пользовались такой системой доказательств. Понятно, что, ну, даже китайцы не пользовались такой системой доказательств. Никто не пользовался, кроме представителей восточных перепатетиков, европейцев, ну и некоторых еще так далее, так далее, так далее. И, знаете, знаете, это печально. Это во многом печально, потому что мы автоматически при... Сминог-модератор, что происходит? Перезагрузите, прошло у меня. Что прошло? Куда? Так вот, очень печальная ситуация. Очень печальная ситуация, ребята, заключается в том, что мы... Так вот, печальная ситуация, потому что у нас появляются, знаете, такие на Востоке явления, которые тупо нельзя назвать религиозными. То есть они не строятся на какой-то там примитивной вере, они пытаются что-то доказывать, они пытаются аргументировать. Но при этом они не являются философией. Это очень странно, это очень странно, на мой взгляд. Костя пишет, маргинал говорил, что в Китае была школа логики, но первый китайский император их всех натянул на кукан. Если речь идет о школе Минзя, они не были логиками. То есть, это школа имен, Мин, имя. Они разбирались в именах и названиях речи. Формально говоря, они пытались создать определенную схему из универсалей. То есть у нас есть белая лошадь, есть лошадь. Лошадь общий термин. Белая лошадь это уже более конкретная лошадь. А есть вообще непосредственно какая-то лошадь там еще ниже. То есть они пытались разбираться в том, как устроены имена и как строятся высказывания. В некотором роде это как бы родственно с логикой, но все еще не есть логика. Здесь есть родство с логикой, то есть такой смежный предмет для логики, но не логика все равно еще. Ну вот такое. Минзя не есть логика. Продолжаем смотреть разведопрос. Ну в общем я говорю, это просто печальная ситуация с какой-то стороны. Но если не хотят их называть философами, я считаю, нужно придумать другое слово, которое будет включать в себя и европейских философов, и мудрецов там из других каких-то вот далеких-далеких стран. Потому что и те, и другие имеют некоторые общие черты. Попытались доказывать свои позиции, аргументировать, приводили доводы, притчи какие-то приводили тоже в подтверждение. Напоминаю, кстати, что Платон приводил в подтверждение своих позиций мифы, которые он, видимо, сам придумывал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...